Добрый вечер! Всем добрый вечер! А девчонок поздравляю с праздником! Сегодня, девчонок, праздник весны, праздник любви. Сегодня все получили подарки, все получили цветы, сегодня посуду все мыли, хорошие слова все говорили. Сегодня, девчонки, мы с вами королевичны были. Все сегодня получили, кто кольцо с бриллиантом, кто получил телефон, кто получил духи, кто что, кто что хотел, кто что желал. В любом случае получили море теплых слов, хороших слов, любящих слов. Это здорово! Ну, а я сегодня себе решила... Ну, конечно, меня мальчишки поздравили, у меня два сына. Мальчишки меня поздравили. Ну, муж поздравил. Но я сегодня решила себе сделать подарок. Я каждый день собиралась, каждый день собиралась, и все, что-то не давала, и все откладывала. Сегодня я себе подарила подарок, канал на YouTube. Канал мой называется «Всего понемногу». Запомните, ни Дубай, ни Турция. Всего понемногу. Значит, мы с вами научимся и будем стараться, и будем добиваться жить эконом-классом. Потому что, ну, намного и шикарно жить мы все хотим. Ну, шикарно и это понятие такое большое и необъемное. Можно экономно жить, и для души будет шикарно. Я так думаю. Потому как, в силу определенных обстоятельств, допустим, вот я сейчас не могу работать. У меня есть много времени. Я почему прошу вас помощи? Прошу помощи. Я хочу общаться. Хочу общаться. Я не сшила мешки для денег с YouTube. Я просто хочу с вами дружить, с вами общаться, слушать ваши, читать ваши комментарии. Потом мы будем с вами выходить в прямой эфир. Будем... Вы не представляете, как это интересно. Вот каждый думает, «От, развелось этих блогеров, так куда ж ни телефон не откроет, ни блогеры». Ребята, вы не представляете, как это трудно. Я не имею в виду блогерство. Я человек в этом новый. Хотя вы по мне видите, я девочка уже не молодая. Но у меня азарт. Вот азарт я хочу. Даже если я завтра открою телефон, и у меня не будет ни одного просмотра, я еще раз запишусь. Я пойду в город, я буду снимать. Я хочу двигаться и хочу жить. Потому что, если ты не можешь сегодня работать, это еще не приговор. Главное, что ходят ноги и работают руки. Как? Это вопрос уже другой. Но дело в том, что надо учиться... Ну, когда наши летят, и надо учиться приспосабливаться к жизни. Если идет дождь, вы же не кинулись тучи разводить, да? Мне это выражение, кстати, очень нравится. Вы же не кинулись тучи разводить. Вы оделись под резину, взяли зонтик и пошли. Так что вот так. Если ноги работают и грустно, то надо идти искать друзей, читать ваши комментарии, вы подписывайтесь на мой канал. Естественно, по желанию. Если вы не подпишетесь на мой канал, ну, ради бога, на все есть свое, да? Кому-то интересно только путешествовать, кому только кулинарию смотреть, кому про что. Мне интересно всего понемногу. Сейчас закрыто все, но это же не все эти ограничения, они же временные. Точно так же все это откроется. Так же мы поедем и в Париж, и поедем с вами в Турцию на море, и поедем куда будет возможность, куда будет возможность по здоровью, по перемещению, по деньгам, по всему. Подписывайтесь на мой канал, в комментариях пишите, откроют границу, какую бы европейскую страну вы хотели бы посетить. Но если, конечно, хотя бы 2, ну, 3, 4, ну, наверное, 5 комментариев будет одинаково совпадут, то можно будет рассмотреть как первое предложение и поехать с вами. Сразу говорю, я не фанат уже путешественник в силу того, что мне не, ну, не 30 лет, как хотелось бы. Хотя когда-то было время, мы со старшим сыном путешествовали по России, а теперь с младшим путешествовали по Германии. Я забыла вам сказать, что я живу в Германии. и все, что вам интересно, о Германии спрашивайте. Буду рассказывать в силу того, что я могу вам, если я не могу на этот вопрос ответить. Если вы у меня спросите про какое-то количество часов и про оплату какой-то специальности, то, естественно, я вам не смогу рассказать. Где-то загуглить и вам рассказать, это неинтересно, да. Если, допустим, я буду вам рассказать то, что я могу отвечать на те вопросы, на которые я знаю ответ. Мы с вами будем немного готовить. Готовить то, что готовится быстро, потому что я считаю, что я не умею вычурные такие торты делать, допустим, и пусть это девчонки делают, те, кто вообще умнички, кто умеет это делать. Кто-то умеет, вот смотришь, сейчас такое время пошло, сейчас ведь открываешь YouTube, это вообще-то клондайк. Захотел ты в Дубай, на улице у тебя вот, в Диссидорфе сейчас идет дождь, холодище, кстати, у нас. Такая, знаете, зимняя погода, когда был уже далеко плюс, и вот сегодня 8 марта, ах, холодно на улице. Я сейчас открою Дубай, буду свою любимую тему смотреть, шикарно путешествовать по всему лучшему, что есть в мире, буду в Дубае полчаса, потом соберусь и перейду на кулинарный канал, начну что-то готовить. Но, как правило, девчонки, вы заметили, что как время, вот 11 часов, ты же обязательно найдешь интересный рецепт, и потом ты будешь говорить, что ты пошел к холодильнику что-то захамять, о боже, как ты начинаешь себя ругать, ну ты могла в это время не смотреть это. Ну, у нас сейчас что ни открою, везде кулинария. Так что, готовить тоже будем. Будем с вами делать обязательно минимум 5 тысяч шагов в день, минимум. Я хочу, чтобы вы говорили, так, Люда, ты вот сегодня ходила 5 тысяч шагов или нет? Тебе надо, для твоих ножек надо. Кстати, хочу вам немножко похвалиться. Я даже и забыла сразу сказать, как сразу вот поначалу, если, ну, надо же чем-то заманить. Нет, это не замануха. Но, ребята, девчата, я похудела на 51 килограмм. Не долго, не быстро. Это было долго, это было мучительно. Если кто-то сказал, ой, я прям там, никому не верьте, это не так свет выключил и все. Это труд каторжный. Это истерика. Это, говорят, ой, я научилась бороться с голодом. Потом еще какую-то я, кого-то слышу. Я никого не хочу, ни о ком плохо сказать. Может, у каждого свой организм. Мне легче не, вот, вот, не кушать, чем голодать. Не кушать, чем голодать, чем, допустим, сесть на какую-то такую строгую диету. Но заставило здоровье, заставили обстоятельства. Все заставило, потому что я была 136 суда, 163 суда. То есть вот такой вот телепузик, квадратненький. Это я сейчас так для вас стараюсь тут шейку вытянуть. А то там не тянулось вообще ничего. Там такой массивный был квадрат. Так что, вот так вот. От вас прошу, подпишитесь на канал, но не говорите, что вот попрошайки, там вот просят. Просто, понимаете, как, вот для меня все это азарт вот с чистого листа. То есть, когда ты понимаешь, что ты невеликий путешественник, кулинар, если бы я там умела крючком вязать или там торты печь, вышивать, что еще можно придумать. Креативным каким-то таким вообще супердизайнером была там или как. Нет. Поэтому и называется всего понемногу. Первое замечание мне сделать не маши руками, вообще некрасиво. Терпеть не могу, когда вот включаюсь так и начинается вот это вот борюсь, борюсь, вот все, села спинка ровная. Вы не представляете, как трудно говорят, ой, там блогеры, все блогеры. Я там вообще не блогер, но первый ролик записать как сложно. Вот я сижу такая, только собралась мыслью, все, заходит сын и стал вот тут напротив и все, у тебя же все улетело, ты же уже не думаешь, что дальше говорить, когда ты думаешь, вот что он пришел, что он стоит, вот, ой, вообще не представляете. Но я же не жалуюсь, я учусь, никогда ни на что не жалуюсь, никогда. Болит, не болит, хочу, не хочу. улыбка, нос по ветру вперед, только вперед, всего понемногу. Так что, вот так вот. Поэтому, город большой, в котором я живу, есть, что начнем с того, даже сейчас некуда поехать, но есть, что еще в Дюссельдорфе посмотреть, я вам еще город не показывала. Потому что, если вы загуглите сейчас Дюссельдорф, сейчас подумайте, где же Люда-то у нас живет, которая захотела снять первый ролик и стать блогером, которая захотела с нами дружить, загуглите Дюссельдорф и посмотрите, сколько интересных мест можно, извиняюсь, можно посмотреть. Сбилась мысль уже, сбилась, сбилась. Ой, как нелегко, как нелегко, но надо. Я для себя поставила, поставила, ну, не то, что задачу, понимаете, но настолько мне грустно. Я хочу общаться, я хочу читать ваши комментарии. Первый комментарий я за скриншотчу, как сказать, за скриншотчу, сделаю скриншот, но наговорить, когда ты не знаешь, что сказать. Как правильно, вернее, сказать, да? потому что потом, чтобы меньше замечаний получать, я же хочу быть примерной ученицей, понимаете, во всем. Ну, стараюсь, стараюсь. Если, конечно, мне кто-то плохой комментарий напишет, я, честное слово, я не буду ногти ломать, чтобы не взять и не написать вам что-то плохое. Я не буду вообще плохое писать. Вот, даю вам слово. Даю вам слово. Я не думаю, что вы меня будете обижать абсолютно. И даже не боюсь и не думаю об этом. Когда ты что-то начинаешь делать, ну, если, вот, понимаете, вот такое желание было, наверное, недавно. Я не скажу, что я это два года хотела, и сегодня вдруг 8 марта я решила этим заняться. Нет. Но где-то уже с месяц, наверное. С месяц я думаю, надо это, надо это. Нет. Но для того, чтобы понять, надо или не надо, пойдет это дело или не пойдет, чего-то ждать быстрого нельзя, значит, надо только что правильно. Кто-то подсказал мне сейчас терпение. Терпение и терпение снимать и ждать. Что будет дальше? Так что, в любом случае, я буду вам полезна, а вы будете мне полезны. Я буду двигаться, вам что-то делать. Для этого и мои шаги будут расти, будет прибавляться здоровье. То есть, вы будете нести мне здоровье тем, что я буду двигаться. Не буду сидеть дома и горевать. Ох, идет дождь. А вот, если бы не ушел дождь, я бы сейчас пошла гулять. А так, будет ли дождь, будет ли снег. Я беру и иду снимать для вас. Беру, покупаю билет и лечу снимать для вас. Вот так. Так что, девчонки, сегодня такой был у вас хороший день. Мальчики ваши, кофе в постель, сто процентов было. Я точно знаю. Сегодня посуду, какие тут, видите, посудомоечные машины. Сегодня мальчишки шуршали, посуду мыли. Молодцы. Надо жить дружно. и все будет хорошо. Потому что мы сами себе делаем все лучшее в жизни. Само ничего не приходит. Поэтому надо идти вперед. Ну вот, если что-то мне понесло, понесло, уже понесло, не туда. Значит, мы с вами будем теперь часто встречаться. Я буду стараться. Буду очень стараться, чтобы вам это нравилось. По крайней мере, я буду прислушиваться к вашему мнению. Но чтобы теперь одно и то же не повторять, не повторять, прошу понять, что это впервые. Очень не люблю камеру, очень не люблю фотографироваться. Потому что вот когда ты стоишь, ты смотришь в зеркало, видишь одно, когда ты включаешь камеру, совершенно другое. Ну что сделаешь? Вот, включила камеру и поехали. Надо. Потому что я хочу, хочу общаться. Хочу общаться. Потому как только так я думаю, что мне станет интересно. Я не говорю о том, что я лежу бедная, несчастная в связах и мне заняться ничем. Нет. Но это живое общение. Благодарю всех. Подписывайтесь на мой канал. Канал называется Всего понемногу. Заказывайте темы. Заказывайте. Что вам интересно? Спрашивайте. Спрашивайте. У меня младший сын школьник. Я его родила в 40 лет. И как бы я уже взрослая такая, да, вы скажете. А ребенок школьник. Да. Михаэль у меня младший сын. Он учится еще в школе. Старший. Ну, уже такой постарше. очень постарше. У них разница большая у детей. Ой, не представляете, как это интересно. Очень интересно. Но это я же не могу вам сейчас все секреты выдам. Завтра меня уже и смотреть не вам неинтересно будет. Поэтому всего понемногу будем друг другу открывать секреты все. Всем всего доброго. Всем любви добра. Люблю вас по-человечьим. Всего доброго. Увидимся. Вы были на канале всего понемногу у Людмилы.